всем привет дорогие мои подписчики и гости моего канала сегодня очень хочу поделиться с вами своим рецептом мясной солянки она у меня необыкновенная и очень вкусная и вот посмотрите какая она густая большим количеством мяса а еще она невероятно вкусная моя какая она вкусная сейчас все расскажу что и как я готовлю и вот такой набор продуктов нам с вами понадобится хочу сразу сделать акцент на мясе я готовлю свою солянку из трех видов мяса не из большого количества колбасы всякой рязной нет из трех видов мяса это свинина говядина и курица и обязательное условие здесь вы должны вот здесь вот прям вот абсолютно неважно но в каком-то из виде мясов у вас должна присутствовать косточка это может быть или куриная грудка на косточке или свин свинина с косточкой или говядина у меня краешек как всегда мой любимый с косточкой и мякоть свинины и курицы кусочек небольшой краковской колбасы она должна быть обязательно что-нибудь или бекона или что-то такого что добавляет такой аромат копчености вам будет добавлять небольшой кусочек абсолютно потом у меня идут каперсы я добавляю обязательно вот с этим вот рассольчиком или бульоном которым они ну фактически продаются потом у меня будут маслины и оливки это то и тоже с таким же бульончиком не не бульоном а скорее рассолом в котором они находятся в баночке вот сразу чуть-чуть откладываю каперсов и маслин и наливаю немножко вот этой водички в чем они были соленые огурцы по поводу маринованных не знаю ни разу не пробовал чем отличаются соленые от маринованных наверное все знают это соленая это соленая маринованная это там где присутствует уксус у меня соленые огурцы может быть можно или с маринованными не пробовала правда ребят потом это лук морковь помидор последнее время делают только из помидор но могу комбинировать помидор и томатную пасту могу если нет помидор то то только на томатной пасте хуже не будет поэтому главное вы запомнить технологию выдержать приблизительные пропорции и конечно же лимон но еще может быть здесь сметана это при подаче нужно зелень но это в принципе как вы любите мы едим без сметаны поэтому я вам ее тут не представила но она имеет место быть что дальше делать сейчас расскажу не сказала я про морковь морковь нам нужно небольшой кусочек половина той которую вы видели только исключительно для бульона больше никуда я ее добавлять не буду ну что почистил небольшую луковку морковку плавинку порезали заливаем все водой и вставим закипать ну что дальше залили как всегда водой и поставили на огонь ждем когда все это дело закипит наш с вами бульон начинается кипать и с вами отправляем половину столовой ложки соли соль добавляю сразу потому что вот этой вот пены сразу начнет появляться больше вот осталось нам снять пену как всегда убавить температуру кипения и оставить варится наш бульон где-то приблизительно час десять тире час двадцать и лучше прикрыть крышечкой потому что может выкипеть много бульона ну что дорогие мои у меня прошел час двадцать я выключила наш бульон и вот теперь у нас с вами задача все отсюда выловить мясо мы с выловили даем ему немножечко остыть или я сейчас назерну резиновые перчатки и мелко его порежу когда будете добавлять мясо самом начале для варки помните о том что мясо уваривается в два раза поэтому кладите немного больше пока мое мясо будет остывать я сейчас нарежу лук и буду начну его пережаривать пережаривать репчатый лук мы будем с вами на растительном масле и немного с добавлением сливочного вот сейчас это все у меня расплавится и я сюда отправлю свой лук я нарезала не очень мелко и не очень крупно с одной стороны может показаться что лука очень много но помните о том что лук при жарке у вас ужарится как минимум пополам поэтому лук будет значительно меньше ну пока мой лук начинает пережаривать я буду резать соленые огурцы на свой объем кастрюльки она у меня наверное я так думаю литра три я взяла три средних соленых огурца и попыталась нарезать его сам их соломкой ну вот вот надеюсь что понятно ну нарезка здесь вообще в принципе не принципиально можно и квадратиками нарезать как вам удобнее начинает схватываться я уже по порезала соленые огурцы и начала резать мясо мясо мое уже остыло пока жарим дальше лук жарим на не очень большом огне скорее всего наверное на среднем потому что чтобы он у нас с вами не подгорел и не забываем его помешивать продолжаем жарить а пока жарится наш с вами лук мы нарезали мясо и отправляем его наш бульон также я отправляю следом маслины и оливки и каперсы осталось еще почистить нашу с вами краковскую колбаску я ее чищу обычно вот таким ножом я думаю что такой нож есть у многих это очень упрощает жизнь и все это быстро происходит вот только не так как картошку или морковку мы напрямую чистим а чуть-чуть вот я чуть-чуть видите вот такими движениями делаю и все очень хорошо чистится так всего осталось нам ее порезать так это сюда не нужно еще лучше напополам тоже так же как и огурчик даже как огурчик мы с вами нарежем извините соломкой вот вот такого количества нам с вами будет достаточно а если вы используете бекон то я бы вам рекомендовала на нем пожарить лук так колбаска наша с вами порезана и отправляем тоже наш бульон так теперь нам с вами нужно берем помидор да вот и вот так вот я его надеюсь что вам видно вот так вот я его на пополам разрезаю все свои три помидоры вот и потом все просто опс а потом все просто а потом просто беру и на крупной терке вот так вот надеюсь что вам видно его натираем поэтому поэтому вся кожица у вас останется в руке а сок тарелки вот такая красота у нас с вами получилась из трех помидорчиков ну пока мы с вами все манипуляции проделали наш с вами лук да он уже пожарился вот нему отправляем видите какое небольшое количество получилось наши огурцы и даем ну немного наверное скажем так прогреться вот на наш с вами лук слегка припустился и мы сюда выливаем наши помидоры а еще я хочу сегодня добавить сюда ложку чайную ложку томатной пасты и вот теперь у нас с вами задача вот это все минут десять-пятнадцать потушить с добавлением с небольшим добавлением бульона нашего с вами бульона который в котором у нас с вами варилась мясо одного половника вполне достаточно ну фактически нам с вами нужно дождаться того момента когда жидкость вся выпариться ну увидите на каком этапе я закончу это тушение я вам обязательно покажу пока у нас с вами тушится лук огурчиком и помидорчиками мы с вами я взяла наверное ну одну треть лимона отрезала и так вот я обязательно сниму срезаем кожуру почему я срезаю кожуру потому что я вот этот лимон сейчас буду отправлять в бульон не при подаче а вот именно сейчас а если это все дело оставить с кожурой то бульон будет горчить и у нас с вами задача вот так вот эту мякоть прям не важно что она у вас тут вот разбирается на все вот вы ее и вот этот сок который здесь на доске все пойдет в дело мы все это с вами отправим наш бульон поэтому вот такую вот эти вот белые штуки тоже вырежем да они нам не нужны потому что они тоже будут добавлять некую горечь поэтому нам это с вами не нужно вот и видите у нас какая красота с вами получилось не так много но это все даст свой неповторимый добавит бульону свой неповторимый букет скажем так ну когда будете есть очень сложно будет определить что вообще в этом бульоне есть но он такой насыщенный и такой вот ну я не могу это передать ребята если вы сами пока сами это не приготовить или или те кто у меня пробовал эту солянку понять невозможно что же я туда положила ну что на этой стадии уже можно включать бульон куда мы все положили фактически все осталось нам с вами дополнить нашей красоту вот это который у нас с вами тушится на данный момент еще в сковороде ну вот сейчас посмотрим ну в принципе видите здесь еще и не подгорает да и с другой стороны на мой взгляд я считаю что вот на этой стадии уже можно это все в кастрюлю закидывать мне больше нет желания это все выпаривать потому что если больше выпарить то будет некая горечь появится а нам это совершенно не нужно поэтому сейчас будем это все дело отправлять в кастрюльку ну-ка получится у меня так ну почему бы и нет все получается ну вот такая красота теперь у нас задача дождаться закипания пробуем еще на соль и представляете какая у нас красота с вами получается ну я конечно тороплю события тут надо дать возможность конечно все хорошо прокипеть потому что соленые огурцы свою соль добавляют поэтому дожидаемся когда все закипает пробуем на соль и наслаждаемся ну вот наконец то моя соленка закипела я конечно еще раз сниму всю пену вы не забывайте сколько мы сюда с вами положили и лимон да поэтому тут должно как я называю все пожениться поэтому вот эту пена она обязательно еще разок появится ничего страшного мы ее снимаем и добавляем и даем обязательно минут минут десять этому всему протушиться обязательно потому что если если этого не сделать то у вас она стоя на плите, она может просто-напросто к вечеру испортиться. Вот мне только единственное, не хватает чуть-чуть соли. Поэтому я еще чуть-чуть добавляю соли. Ну что, дорогие мои, представляете? Вот такая красота у нас с вами получилась. Если вы со мной это готовили. Всем приятного аппетита! Готовьте с удовольствием! А пока... Пока! И еще небольшой секрет. Вот прошло 10 минут. Все у меня прокипело. И я это оставляю как минимум на 10 минут. Вообще, конечно, солянка на второй день вообще еще вкуснее, потому что она уже настоявшаяся. Но дайте, пожалуйста, ей еще и ей совсем немного осталось. Еще минут 10 хотя бы. Чтобы она набрала все ароматы. И вот это будет вообще просто нереально. Я побежала в огород за зеленью. Потому что терпеть больше не могу. Огород за зеленью. Продолжение следует...